Источником неприятного запаха в Омске может быть заброшенное предприятие. Об этом сообщили на заседании законодательного собрания Омской области. Виновника выбросов Этил Меркаптана продолжает искать Следственный комитет и Росприроднадзор. В ведомствах предполагают, что на одном из заброшенных предприятий есть протекающая цистерна. Возможно, случился пожар, ведь это вещество жидкости, чтобы парам попасть в атмосферу, ее нужно, цитирую, вскипятить. Напомню, специалисты установили, что содержание вещества в воздухе превысило предельно допустимой концентрации в четыре сотни раз. Как сообщил Росприроднадзор, сейчас проверки идут в северной промышленной зоне. Производитель Этил Меркаптана уже установлен. Это дочернее предприятие компании «Газпром» в Оренбурге. В ближайшее время оно должно предоставить список всех омских заказчиков. Между тем, омичи продолжают жаловаться на резкий запах на левобережье и в нефтяниках. Открыла окно, собиралась позавтракать с потоком свежего воздуха, но, к сожалению, вместо свежего воздуха кухня наполнил очень ужасный запах чего-то, смеси газа, синтетики, какой-то страшный химический запах. Вот полтора назад, как тоже первый раз открытое окно утром, неприятный запах, некоторое время проходит, такого утром нет, потом вдруг опять одно из ранних рассветных, один из ранних рассветных часов, вновь этот запах. Специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды обертышского управления гидрометеослужбы говорят, что сейчас в городе штиль, поэтому ветер не уносит выбросы. Добавлю, что в региональном Росприроднадзоре пока не уточняют срок окончания проверки. Я раньше работал в этой системе природоохранной и четко понимаю отношение предприятия и природоохранных органов. Не может природоохранный орган не знать, что это вещество используется или не используется на предприятии. То есть это же не какой-то там пипетка, это же большой объем, тем более опасного вещества. Конечно, все это нормируется, все это описывается, все указывается, в каких объемах это используется, в каких объемах можно выбрасывать.